Книга «Открытым оком. Тема. Русская православная церковь. Том 27. Вопрос 3932. Как сами зарубежные православные понимают свое нахождение там, за границей? Поняли ли они свою миссию так, как апостолы первого века? А отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Ну и вопрос. Да когда же в православии согласовывались, сверяли свои действия с первым веком? Все упиралось в богослужебные книги, привезенные при князе Владимире, в опыт исторической, в кавычках, независимой церкви в России. Благовестие никогда не было главным. Никогда и ни дня. Цитата. Задача определения миссии Русской православной церкви за границей, поставленная передо мною сегодня, непростая. Без сомнения, многие среди нас осведомлены лучше меня в сфере истории нашей церкви. И вряд ли я смогу привести из речения наших иерархов о миссии Русской православной церкви за границей, с которыми вы не знакомы. Моя задача также не заключается в том, чтобы преподнести свои личные убеждения и мнения. Цель моего выступления – определить основы самопознания Русской православной церкви за границей, необходимые для обсуждения тех важных вопросов, ради которых мы здесь собрались. Мне кажется, что слова великого подвижника и святого русского рассеяния, святителя Иоанна Максимовича, перед мощами которого мы здесь соборно собрались, наиболее подходящие в качестве вступления. Цитата. Русские беженцы, рассеянные по всему свету, часто находясь в тяжелых условиях, ждут того светлого дня, когда Отечество освободится от власти безбожников, терзающих душу и тело их братьев, и они смогут соединиться с ним. Русские беженцы. Удерживает ее в православии и воспитывает в ней новые поколения и распространяет православие в народах, среди которых находится. Конец цитаты. Свидетель Иоанн ясно определяет двоякую миссию русской православной церкви за границей, а именно, сохранение среди русской эмиграции православия со всеми связанными с ним традициями и обрядами, без каких-либо изменений и распространения православия в неправославной среде. Эта миссия совершается в контексте чаяния Родины и ожидания ее освобождения от коммунистического ига. Эти две цели повторяются во множестве выступлений со времени начала существования русской православной церкви за границей до наших дней. Само название нашей юрисдикции «Русская православная церковь за границей» содержит в себе одновременно и указания нашей миссии, и моя попытка разобраться в этой теме будет именно построена вокруг нашего наименования. Обсуждение главных вопросов русскости, принадлежности к православию и нахождению себя в зарубежье разрешит нам приблизиться к разрешению поставленной задачи. Каждый вопрос необходимо осмыслить по отношению к его историческому и первоначальному определению, его проявлению в настоящем, в реалиях церковной жизни и в конце концов его влиянию на наши отношения к московскому патриархату. Во все время нашего существования, с самых первых дней изгнания, вплоть до сегодняшнего дня, русская православная церковь за границей всегда ощущала себя именно в первую очередь русской. Более того, паства русской зарубежной церкви наставлялась в сохранении своих корней в русской культуре, языке и обычаях. По сей день русский язык является господствующим сфере как административной, так и других. Преподавание в Свято-Троицкой духовной семинарии и поныне ведется на русском языке, и богослужебным языком является церковно-славянский. Акцент на русскости неправильно было бы рассматривать неким проявлением светского национализма и этнической сентиментальностью, а скорее в церковном смысле, выражением наших отношений и нашего участия в русском православии. И сохранение оного во времена, когда в России культурные традиции и сама русская церковь подвергались внешне жестоким ограничениям и внутренне политической и идеологической пропаганде. На протяжении долгих лет, в течение XX века, русская зарубежная церковь являлась единственным источником духовной и богословской литературы на русском языке. Трудно встретить верующего человека, который в доперестроечное время не питался духовной пищей, напечатанной в одной из церковных типографий русского рассеяния, о чем всегда вспоминают с благодарностью. Русская православная церковь за границей всегда рассматривала свое существование исключительно в контексте судеб России и положения гонимой церкви на родине. С первых дней зарубежная церковь считала свое положение временно самоуправляющей частью единой русской церкви с задачей окормления верующих, оказавшихся за границей и озвучивания свободного голоса русской церкви. Зарубежные архиереи за богослужениями возносили имя святейшего патриарха Тихона, под чьим амафором в первое время они продолжали находиться. Уход из-под административного подчинения патриарху московскому был вызван реально практическими соображениями, выраженными в указе номер 362. Таким образом, независимость зарубежной церкви на первых порах ее существования не была вызвана личностной самоопределяющейся тенденцией, а практической необходимостью. Только с возглавлением церковной администрации митрополитом Сергием русская зарубежная церковь порвала евхаристическое общение с церковью в России. Архипастыри за границей с самого начала своего заграничного пребывания чаяли духовного возрождения России. Но чаяние прозвучало на первом всезарубежном соборе в Сербии в 1921 году. Цитата. Духовное возрождение может совершиться только под благодатным воздействием церкви. Конец цитаты. Более точное определение уже дано архиерейским соборам 1927 года. Требование митрополита Сергия Острогородского о принятии заграничным духовенством его декларации 1927 года и выражение лояльности советской власти вызвало следующий ответ. Цитата. Зарубежная церковь по-прежнему хранит верность своей матери церкви российской и взяла на себя высокую, но и тяжелую ответственную миссию хранить все основы, традиции и величия русского православия и русской православной церкви и говорить свободно и открыто по всему миру от имени поравощенной матери церкви и изнывающего в неволе русского народа и других населяющих Россию народов. Конец цитаты. Более того, собор 1928 года открыто раскритиковал деятельность и молчание московской патриархии и призвал всех русских людей сбросить себя, ибо иго коммунизма. Уникальность положения русской зарубежной церкви четко прозвучала в соборном послании архиерейского собора 1933 года. Цитата. Никто из нас не решится, конечно, утверждать, что действующий ныне за границей порядок русского церковного управления подходит под обычные нормы церковного права. Ни святые каноны, ни последующее церковное законодательство не могли, конечно, предвидеть великой войны, произведшей глубокие потрясения во всем мире и спутавшей повсюду не только прежние политические, но часто и церковные отношения. Еще более тяжкую катастрофу вызвала в России революция, разрушившая почти весь нормальный строй церковной жизни. Последняя, вероятно, долго еще не сможет войти в спокойное устойчивое русло. Разве существующие ныне там организацию церковного управления, даже православной или так называемой Тихоновской церкви, можно вполне оправдать с точки зрения канонов и определений Всесероссийского церковного собора 1917-1918 годов? Разве не раздаются там справедливые возражения против законности нынешнего Синода, подобранного Нитрополитом Сергием по его личному усмотрению, по крайней мере в лице наиболее влиятельных его членов? И разве не подвергаются сомнению канонические полномочия самого нынешнего заместителя, местоблюстителя Патриаршего Престола? Конец цитаты. В приведенной цитате особый интерес вызывает осознание нерегулярной ситуации церковной администрации, как за рубежом, так и в России, в силу трагических событий первых десятилетий XX века. Несмотря на то, что отношение к церковной администрации митрополита Сергия явно настороженное, а отсутствует прямое осуждение оной. Отношение русской зарубежной церкви к церкви в России также следует из вышеприведенного послания. Цитата. Что же касается его отношения к матери церкви, то зарубежная русская церковная организация считала себя не более как ветвью последней, органически связанной со всем русским церковным телом, хотя и лишенной временно лишь внешнего церковно-административного соединения с последним. Свидетельством ее неразрывного духовного единства со всей русской церковью служило всегда неизменно совершавшееся возношение за богослужениями с начала имени святого патриарха Тихона, а потом его заместителя митрополита Крутицкого Петра. Пока представлялась возможность сношений спокойным патриархом Тихоном, высшее церковное управление за границей всячески старалась получить от него хотя бы неофициально утверждение и одобрение для своих важнейших определений, действуя при этом всегда с большими мерами предосторожности. Прекращение таких сношений с главой русской церкви после того, как святейший патриарх был лишен большевиками свободы, зарубежное церковное управление отнюдь не стремилось к присвоению себе автокефальных прав, в чем пытается обвинять их митрополит Сергий. Вся заграничная церковная организация считала и считает себя до ныне учреждением чрезвычайным и временным, которое немедленно должно упраздниться по восстановлению нормальной общей и церковной жизни в России. Конец цитаты. Комментируя это послание, в 1946 году архиепископ Никон выразился следующим образом. Цитата. Конец цитаты. В 1938 году на заседании Второго Всезарубежного Собора прозвучали следующие слова. Цитата. Боже, спаси Россию, Боже, сохрани и укрепи ее страждущих сынов в самой силе своей веры и терпения, несущих Твое свидетельство миру. Боже, собери нас всех в лона общей матери, общей нашей матери церкви на родной святорусской земле, которую восстави, заступи, сохрани и помилуй Твоею благодатью. Конец цитаты. Однако, вне зависимости от горячего желания восстановить утерянное евхаристическое общение с церковью в России, архипастыри зарубежной церкви не были готовы на такой шаг до тех пор, пока церковь в России оставалась порабощенной коммунистической властью. На призыв патриарха Алексия I к объединению Архиерейский собор в 1947 году ответил следующим образом. Цитата. Высшее церковное управление в России в лице нынешнего главы Русской церкви патриарха Алексия неоднократно уже обращалось к зарубежным епископам с увещанием войти в каноническое подчинение патриархии. Но повинуясь велениям своей пастырской совести, мы не находим для себя нравственно возможным пойти навстречу этим призывам до тех пор, пока высшая церковная власть в России находится в противоестественном союзе с безбожной властью и пока вся русская церковь лишена присущей ей по ее божественной природе истинной свободы. Конец цитаты. Здесь особое внимание следует обратить на подтверждение канонической легитимности московского патриархата, находящиеся в ссылке на патриарха Алексия I, как на, цитата, нынешнего главу Русской церкви. Архиерейский собор в 1959 году подтвердил свою позицию отказа объединения с московским патриархатом до полного освобождения последнего от влияния безбожников. Одновременно собор настоял на своем неразрывном единстве с православной Россией. Цитата. Мы составляем одну семью со страждущими братьями нашими, томящимися под гнетом безбожной советской власти. Мы, русские, принадлежим к нашей православной русской церкви, еще недавно наставляемой преподобным Серафимом Саровским и праведным отцом Иоанном Кронштадтским, а ныне прославленной множеством страдальцев, братьев наших, уподобившихся первохристианским мученикам. Мы будем стремиться навсегда сохранить наше духовное единение с ними. Не отойдем от церкви нашей и не отречемся от исповедников ее во дни испытания земли русской. Конец цитаты. Подобное отношение выразил и Архиерейский собор 1967 года. Цитата. Русская православная церковь за границей ожидает того благословенного дня, когда с русского народа спадут оковы коммунистического рабства, когда в первопрестольной Москве восстановится свободное высшее церковное управление во главе с Всероссийским Святейшим Патриархом, духовным отцом русского народа, которому и представит русская православная церковь за границей, все свои деяния и сольется со своей матерью русской православной церковью. Конец цитаты. Подобное отношение и было выражено весьма недавно, еще в 2001 году, когда Архиерейский собор, несмотря на неготовность объединяться, подтвердил свое видение русской церкви Московского Патриархата как «служащий русскому народу». Цитата. «Между тем вопрос о соединении не поднимался, и никто не собирается поднимать его в настоящее время. Что касается Московской Патриархии, независимо от нашего отношения к ней, хотим мы этого или не хотим, ее духовенство окормляет значительную часть православного русского народа. И если там происходят сдвиги в лучшую сторону, то мы не можем этого не приветствовать. Но вместе с тем есть еще много чего, что нас разделяет». Конец цитаты. Подводя итоги, несомненно, исторические, канонические, как и духовные корни русской зарубежной церкви, неразрывно связаны с Россией и русской церковью. Сама миссия прояснилась в трех сферах. Сохранение, заступничество и ожидание. На протяжении длительного времени советского режима в России, когда во многом наблюдалась опасность уничтожения как русского православия, так и русской культуры вообще, русская зарубежная церковь пыталась сохранить как духовные сокровища, так и достояние русской многовековой культуры. Одновременно, русская зарубежная церковь считала своим долгом, как свободная часть единой русской церкви, выступать от имени гонимой русской церкви, считая московский патриархат подъеремным антихристианской власти. Критика в адрес московской патриархии часто именно и сводилась к ее умалчиванию фактов положения церкви в России. Но зарубежная церковь продолжала чаять падение коммунистического режима и возможности реализации внешнего единства русской церкви. Обратимся к нынешнему положению нашей церкви по отношению к упомянутой миссии. Литургическое наследие русской церкви и до какой-то степени русский язык и культура сохранились. Русская православная церковь за границей также устояла перед искушениями поиска автокефалии или подчинения другой поместной церкви, как мы это наблюдаем с другими частями русской церкви. Но одновременно мы обязаны не закрывать глаза на существующее разнообразие в лоне нашей церкви. Любой приход в себе содержит представителей четырех разных групп. Во-первых, люди, родившиеся до и во время Второй мировой войны, часто в лагерях для перемещенных лиц или в изгнании, являющиеся носителями русского языка, выросшие на Западе. Во-вторых, потомки первой волны русской эмиграции, тоже выросшие на Западе, часто, но далеко не всегда утерявшие русский язык. В-третьих, новые эмигранты, выехавшие из России после распада Советского Союза и новообращенные в православие нерусского происхождения и православные другого этнического происхождения. В наши обязанности входит пастырское попечение о всей нашей пастве, что осложняется часто языковым барьером. Многие из нашей паства не понимают ни по-русски, ни по-церковно-славянски. Из них мало кто себя ощущает пребывающим в изгнании. И Россию чаще всего считают отечеством скорее символическим оттенком. Известно, что никакого массового возвращения в Россию после распада Советского Союза не последовало. Наоборот, появился поток эмигрантов из России на Запад. Однако, имеет ли все вышесказанное какое-либо отношение к вопросу отношений между русской зарубежной церковью и московским патриархатом? Хочу предложить ряд вопросов, ответы на которые могут помочь нам в этом разобраться. Неоднократно наши архиереи повторяли, что одним из основных моментов нашей миссии является будущее объединение с русской церковью после освобождения России и возможности для существования церкви в полной независимости. Произошло ли это? Можно ли на самом деле назвать Российскую Федерацию сегодня свободной страной? До какой степени московская патриархия, управляющий слой, который был избран еще в советские времена, внутренне независима? Высокопоставленные церковные и политические деятели неоднократно указывали на важность объединения русской церкви для укрепления объединенного русского народа. Но является ли объединение национально-политической или церковной целью? Иными словами, насколько общее русское наследие является достаточным каноническим обоснованием для объединения? Тем более, что наше паство проживает на Западе, из которой немалое число или полностью ассимилировалось, или же вообще не имеет русских корней. Обратимся теперь к вопросу миссии русской православной церкви за границей по отношению к православию. Многое относящееся и к этому пункту уже было упомянуто в нашем обсуждении идентичности русской зарубежной церкви по отношению к русской православной церкви московского патриархата в особенности в осознании своей русскости как важной точки соприкосновения с русской церковью. Возложенная ответственность в этой области сама по себе уже могла бы ограничить миссию русской зарубежной церкви. Но вспомним второй пункт миссии зарубежной церкви, а именно распространить веру, учрежденную нашим спасителем и его апостолами во все страны рассеяния русских православных верующих. С этой точки зрения наша миссия не ограничивается только окормлением русского верующего народа. Нет. Миссия расширяется и требует от нас распространения православия вокруг нас. Тем самым миссия приобретает еще более широкое и кафолическое значение. В особенности это проявлялось в тех случаях, когда зарубежная церковь выступала против обновленчества, модернизма и экуминизма с целью сохранить чистоту православия. Впервые роль русской зарубежной церкви как хранительница чистоты православия открылась в связи с расколом живоцерковников, получившим свое начало в 1924 году от советского государства. Русская православная церковь за границей призывала все поместные церкви не признавать живую церковь легитимной, одновременно пытаясь защищать святейшего патриарха Тихона. Также русская зарубежная церковь выступила в 1931 году против календарной реформы и других нововведений. Архиепископ Никон Арклицкий пишет «В 1931 году Архиерейский собор высказал свое отрицательное отношение к проекту Константинопольского патриарха о созыве Восьмого Вселенского собора, указывая на невозможность участия в нем плененной безбожной властью Великой Русской Православной Церкви, осудил введение в церковную жизнь нового стиля и других антиканонических реформ, предлагавшихся и отчасти принятых некоторыми поместными православными церквами в угоду господствовавшему тогда модернизму». Конец цитаты. Зарубежная церковь не только словами ограничивала свои действия. Зарубежная церковь предложила 30-ти валаамским монахам, изгнанным из своей обители за противостояние новому стилю, прибыть в Сербию, где в то время находился Синод. Архиерейский собор 1932 года анафематствовал масонство, а в 1935 году осудил учение отца Сергия Булгакова о софианстве. В 1945 году митрополит Анастасий обратился со следующими словами к, цитата, «Американской Православной Церкви». Цитата. «Наша зарубежная церковь должна остаться светлым маяком, указывающим православный путь для богословской мысли и церковной практики тем, кто ищет его. Именно поэтому мы должны особенно стремиться сохранить этот маяк в сумерках наступающих смутных дней». Конец цитаты. Возрастающее количество новообращенных в православе также не осталось без внимания архипастрии. В 1962 году Архиерейский собор писал следующее, цитата, «Итак, православные христиане, призываем вас очнуться от равнодушия к нашей православной вере, красоту, которая все больше и больше узнают многие иностранцы и ценят ее больше, чем сами православные и склоняются пред истинное православие. Ныне вводит Христос новых овец в свою ограду». Конец цитаты. Нельзя и забыть особую роль русской православной церкви за границей в неоднократном осуждении экуменизма, в особенности отразившимся в трех скорбных посланиях, написанных с 1969 по 1975 гг. митрополитом Филаретом, а также и состоявшееся анафематствование ереси экуменизма в 1983 «Влиятельным голосом, особо ярко выражающим миссию русской православной церкви за границей в области соблюдения чистоты православия, часто своими высказываниями, находящимся в полной противоположности к другим поместным церквам, являлся архиепископ Аверки Таушин. Стоит хоть коротко обратить внимание на его высказывания. Например, на разные подложные высказывания и действия поместных церквей владыка Аверки призывал архиерейский собор «сказать мужественно и бесстрашно свое сильное и веское слово в защиту поругаемой и унижаемой истины». Ясно и четко архиепископ Аверки также высказался на тему его введения миссии русско-зарубежной церкви. Цитата «В деле нашей внутренней миссии чрезвычайно важно еще то, чтобы лицо наших посомок было совершенно ясно и четко очерчено. Все верные чада нашей церкви должны прекрасно понимать и отдавать себе ясный отчет в том, почему они принадлежат именно к русской зарубежной церкви, а не к какой-либо другой церкви или юрисдикции. Должны ценить эту свою принадлежность и дорожить ею. В этом вопросе не может и не должно быть никаких двусмысленностей, никаких компромиссов или послаблений, никакого сидения между двух стульев. В другом месте архиепископ Аверкий обращает наше внимание на духовную брань, нас преследующую. Цитата. Путь нашей русской православной церкви за границей это путь свято-владимирский, путь богопознания, путь твердого стояния в православии, путь полной непримиримости к дьявольскому злу и борьба с ним до полной победы над ним с помощью Божией. Сам путь русской православной церкви за границей архиепископ Аверкий обозначил следующими словами. Цитата. Наша русская зарубежная церковь дорога нам тем, что среди общего поработившего почти весь мир духовного мрака, она ставит своей главной задачей сохранения полной духовной свободы от безбожных и антихристианских сил. Конец цитаты. Русская зарубежная церковь, в особенности начиная с послевоенной эпохи, все более выдвигалась как голос сопротивления возрастающему модернизму и экуменизму в рядах мирового православия. Последствия проявились в трех областях. Во-первых, произошло заметное отчуждение от поместных церквей юрисдикций. Во-вторых, солидарность старокалендарному движению сперва в Греции, впоследствии в Болгарии и Румынии, как и в зарубежье. И в конце концов, все более заметное увеличивающееся количество новообращенцев, из которых многие сознательно приняли православие в русской зарубежной церкви, а не в других церквах. Современное положение заставляет нас определить конкретные и непосредственные проблемы православного мира, экуменизм, календарная реформа наравне с богословским и литургическим модернизмами. Для православия многое из речений митрополита Филарета Вознесенского и архиепископа Аверкия Таушева сохранило свою злободневность и на сегодняшний день. Патриарх Константинопольский, как и его предшественники по сей день показывает себя явным и активным сторонником экуменизма. Православный мир разделен разными календарями. Ситуация в Америке особо тревожная. Многое, что предлагается верующим под видом православия давно уже не узнать таким. Апостасийный дух продолжает пребывать в основе явлений модернизма и экуменизма, несмотря на некую эволюцию и видоизменение этих движений на протяжении последних десятилетий. Неужели нам поверить, что со времен святителей Филарета и Аверкия процесс апостасии приостановился? Сохранение неизменного православия как миссия Русской Зарубежной Церкви по отношению к нашему единению с Московским Патриархатом несомненно требует разъяснения целого ряда вопросов. Разделяет ли Русская Православная Церковь Московского Патриархата подобные беспокойствия догматического и пастырского рода по отношению к современным угрозам чистоте православных догматов и обычаев как например экуменизм богословские и литургические модернизмы и новый календарь? Согласна ли практика Московского Патриархата по отношению к экуменизму его письменным утверждением? Объединяясь с Московским Патриархатом сможет ли Русская Православная Церковь за границей продолжить свое исповедничество чистоты Православия? Многие из нашей паствы обратились в Русскую Зарубежную Церковь в отличие от других юрисдикций сознательно смогут ли они с чистой совестью пребывать и впредь в лоне нашей Церкви? Даже если мы убедимся в идентичном подходе Московского Патриархата к опасности экуменизма и модернизма входя в эвхаристическое общение с Московским Патриархатом не входим ли мы одновременно в общение с остальным православным миром таким образом подвергая себя заразе апостасии от которой мы себя столько лет усердно отстраняли как изменится наше отношение к мобесным церквам или юрисдикциям с которыми мы частично уже полвека назад порвали общение и какой судьбе подвергнутся наши сношения со старокалендарными синодами получившими свои хиротонии от рук иерархов русской православной церкви за границей в завершение рассмотрим как наши отцы определяли миссию русской православной церкви за границей по отношению к определениям за рубежом за границей или в изгнании в нынешнее время нелегко себе представить положение наших предков оказавшихся оторванными от отечества вследствие страшных событий 20 века для которых россия являлась родиной в прямом смысле этого слова возвращение на родину рассматривалось конкретной реальностью беженцами в особенности в течение первых десятилетий после революции продолжала гореть надежда на возможное возвращение в возрожденное отечество мы читаем в послании архиерейского собора 1953 года следующее можно предвидеть лишь два пути для грядущих событий или восстановление нашего отечества которое после перенесенных страданий сделается источником духовной и нравственной силы и сможет ими напоить остальные народы и страны или весьма скоро наступит конец истории человечества будем совершать посему наше спасение со страхом и трепетом но в то же время и с надеждой на господа бога непоколебимо должны мы держаться веры нашей и заповедуемого ею уклада жизни не поддавая соблазну стать такими же как другие только таким образом мы спасем себя и мир конец цитаты глубокое эсхатологическое ощущение вызванное действительностью изгнания требует отдельного внимания господь бросил семена из России на иноземную почву которая переродила русскую зарубежную церковь которая породила русскую зарубежную церковь строение новых сил или триумфальное возвращение в Россию для свержения воцарившегося зверя и восстановления старого порядка являлась первым импульсом жизнь в изгнании повлияла на особое понимание духовного признавания призвания наших отцов она заставила их сосредоточить свое внимание на святом евангелии весть которого духовно и не от мира сего призывающая к отложению всего временного ради вечной жизни потеря всего земного способствует взору на человеческую историю с точки зрения вечности причины приведшие к катастрофе на родине и к падению святой руси и избежание этого пагубного пути в будущем являлись одним из наиболее важных предметов размышлений наших отцов на самом деле условия изгнания способствовали духовному развитию во Христе многие верующие познали свое изгнание проявлением промысла Божьего и в соответствии вырабатывали миссию русской православной церкви за границей ощущалась острая необходимость резкого и сознательного разрыва с прошлым многие из отцов русской зарубежной церкви принимали активное участие в духовном возрождении начавшимся до революции и проявившимся в созыве Всероссийского собора 1917-18 году скорбь изгнания заставила этих подвижников переоценить исторические грехи прошлого желая строить будущее исключительно на евангельских началах велико было искушение духовной ассимиляции в богатую хоть и декадентную сферу стран пребывания изгнанников однако господь облачил их скорбью по потерянным и преследовал их постоянной памятью о страшных мучениях оставшихся на родине братьев пребывающий в постоянной скорби нелегко искушаем мирскими усложнениями и развлечениями и даже испытывает к ним отвращение более того подобное состояние способствовало постоянному размышлению о смысле жизни и промысле божьей таким образом прояснилось в духовном сознании наших отцов что единое есть на потребу всецелая верность православию в противостоянии апостаси что и отразилось в миссии русской православной церкви за границей возможно господь очистил наших отцов лишив их всего земного таким образом позволив им познать ясно евангельскую истину что царство божие и его церковь хотя находятся в этом мире но не суть от мира сего постоянно пытаясь противостоять заражению духом падшего мира наша церковь предупреждала о вреде всех проявлений этого духа во всех сферах нашей жизни даже придавая такие проявления анафеми борьба с коммунизмом постоянно нам напоминаемая не столько являлась политически мотивирована как борьба с тоталитарным режимом как была проявлением духовной борьбы против царства сил тьмы и апостаси стремление к горе от в грехе лежащего мира в направлении к небесному бытию многих привлекло к жизни нашей церкви возможно мы редко давали себе отчет в этой вызванной в начале судьбой изгнания неземной мотивации руководящей нашими решениями постановлениями и определяющей наше самопознание но вникнув чуть глубже именно эта духовная направленность возвысила нашу церковь над лукавством мира сего ощущая на себе слова апостола Павла вы род избранный царственное священство народ святый люди взятые в удел дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет 1 Петра 2.9 многие именно и боятся что тот свет который не от мира сего перестанет светить если мы будем искать единство с московским патриархатом основываясь не исключительно на духовных началах а на чувствах национальной идентичности или сентиментальной ностальгии нас призывают отделить себя от мира сего для этого необходимо принять все что может этому способствовать отрекаясь от всего отделяющего нас от верности христу и дарованной им нашей церкви миссии вне зависимости от последствий наши решения должны быть руководимы не национальными или сентиментальными чувствами а должны преследовать исполнение воли господней обращаясь к изречениям наших отцов о миссии нашей церкви по отношению к нахождению в изгнании мне придется частично повторить уже сказанное второе всезарубежный собор в своем послании следующим образом определил миссию эту цитата русские за рубежом часто помимо своей воли являются проповедниками слова божия и миссионерами истинной веры знакомясь с православным богослужением и видя чудеса и знамения бываемые у святынь русских многие иноземцы обращаются на наших глазах в православие и проповедуют его среди соплеменников горе однако нам если мы сделавшись орудием промысла божия для благовестия истины подобно древнему израилю в рассеянии уподобимся до конца этому последнему и послужив спасению других языков сами не обратимся на истинный путь и будем за грехи наши отвержены богом горе нам если мы в совершающихся событиях не узрим перста божия карающего нас за грехи наши и указывающего путь ко спасению да не будет с нами как с теми от которых отцы и пророки но от которых лишь остаток спасется испытаем себя насколько мы верны богу и насколько ревностны в исполнении его заповедей отдай русский народ отчет богу о тех обетах которые ты дал 950 лет тому назад при крещении стань Русь зарубежная предкрестителем твоим святым равноапостольным Владимиром и исповедуй ему грехи свои скажи прежде всего блюдешь ли ты в чистоте святую благодатную православную веру конец цитаты в обращении к шестому эпархиальному съезду архиепископ Виталий Максименко определил задачу предстоящего архиерейского собора следующим образом цитата главной целью этого собора и совместного с ним совещания духовенства эмирян является конечно проведение в жизнь мероприятий по укреплению в русских православных людях в России несущих православного самосознания спасение православных русских людей от пагубного растворения в окружающей безбожной или полубезбожной среде вот естественная и первейшая забота нашей русской зарубежной церкви в этом необходимость и оправдание ее существования вопреки всем злостным нападкам на ее на нее и ее врагов мы выражаем надежду что предстоящий архиерейский собор и совместное с ним совещание духовенства и мирян подымут дух наших верующих заставят их теснее сплотиться вокруг нашей русской зарубежной церкви и вдохновят всех нас на ревностный миссионерский труд насаждения и укрепления в душах всех русских людей особенно подрастающего молодого поколения священных заветов нашего великого просветителя святого равноапостольного великого князя Владимира конец цитаты другая тема часто затрагиваемая нашими отцами было напоминание о том что политическая свобода в которой мы находимся не только является даром божием но также накладывает большую ответственность архимандрит константин пишет цитата это не наша заслуга а милость божия что мы на свободе но это есть и возложение на нас ответственности исключительной открыто пред нами возможность служить христу одним только тем чтобы оставаться ему верными в церкви милостью божией сохранившейся за рубежами подневольной россии своей истинности больше ничего от нас не требуется но поскольку мы не изменим христу мы тем самым выполним нарочитую святую и миссию на нас возложенную в том только и заключающуюся чтобы остаться открыто и убежденно истинно православными людьми верными своей истинно православной церкви конец цитаты архиепископ антоний барташевич возглавляющий женевскую и западноевропейскую кафедру выражался похоже указывая однако на еще большую ответственность нашей стороны за окружающий нас мир цитата как какие задачи имела наша русская зарубежная церковь для чего Господь рукою крепкою и мышцею высокую вывел эту церковь из предела нашей родины в этот свободный мир Господь выводит часть этой церкви за границу нашего отечества в свободный мир и возлагает на нее ответственность и миссию быть голосом русской гонимой церкви говорить от имени этой церкви открывать истинное положение в церкви и верующих на нашей родине я думаю что вторая задача русской зарубежной церкви это проповедь в инославном мире истинного христианства вы знаете что в наше время католичество и протестантизм переживают кризис и многие разочарованные знакомясь с православием вошли в нашу русскую церковь в которой нашли истину мы сильны тем что выполняем миссию порученную нам Богом конец цитаты наша современная реальность нам показывает что мало кто из нашей паствы себя ощущает в нынешнее время в некоем изгнании обращая ранее внимание на демографические данные мы видели что большинство нашей паствы родилось и выросло на западе вне зависимости от того происходит ли они от русских предков покинули ли Россию добровольно или приняли православие в зрелом возрасте массовое возвращение в Россию так и не произошло после падения коммунизма произошло на самом деле обратное и наши храмы переполнены новоприезжавшими новоприезжими на запад русскими покинувшими сознательно свою родину нельзя оспаривать реальность нашего постоянного пребывания на западе за рубежом американец англичанин или немец принявшие православие вряд ли могут себя ощущать в некоем изгнании или нахождении за рубежом в диаспоре каким образом вышеизложенное влияет на наши отношения с московским патриархатом вернемся к прежде упомянутой свободе от политических влияний желательно ли нам объединяться с церковью столь тесно связанной с секулярным государством Российской Федерации сумеем ли мы сохранить наше духовное сознание после реинтеграции в московский патриархат и тем самым в мировое православие мы старались определить миссию русской зарубежной церкви согласно самому названию нашей церкви обратившись к самим изречениям наших отцов далее наши размышления были направлены на реалии современной жизни и мы задались целым рядом важных вопросов по отношению возможности продолжения нами нашей миссии в случае объединения с московским патриархатом искренне желаю чтобы вопросы мною поднятые сегодня помогли нам обратить наш взор на миссию нашего богатого церковного наследия нашу русскую православную церковь за границей евангелие от марка 16 15 и сказал им идите по всему миру и проповедуйте евангелие всей твари диане 1 8 но вы примете силу когда сойдет на вас дух святой и будете мне свидетелями в иерусалиме и по всей иудеи и самарии и даже до края земли колоссянам 1 23 если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования которое вы слышали которое возвещено всей твари поднебесной которого я Павел сделался служителем 1 однажды странствуя среди долины дикой внезапно был объят я скорби великой и тяжким бременем подавлен и согбен как тот кто на суде в убийстве уличен потупя голову в тоске ломая руки я воплях изливал души пронзенной муки и горько повторял метаясь как больной что делать буду я что станется со мной и так я сетуя в свой дом пришел обратно уныние мое всем было непонятно при детях и жене сначала я был тих и мысли мрачные хотел таить от них но скорбь час отчис у меня стесняло боли и сердце наконец раскрыл я по неволе о горе горе нам вы дети ты жена сказал я ведайте моя моя душа полна тоской ужаса мучительное бремя текчит меня идет уж близко близко время наш город пламени и ветром обречен он в угли и золу вдруг будет обращен и мы погибнем все коль не успеем вскоре обресть убежище а где о горе горе мои домашние смущения пришли и здравый ум во мне расстрельным расстроенным почли но думали что ночь и сна покои целебные охолодят во мне болезни жар враждебный я лег но во всю ночь все плакал и вздыхал и ни на миг очей тяжелых не смыкал поутру я один сидел оставя ложе они пришли ко мне на их вопрос я тоже что прежде говорил тут ближние мои не доверяя мне задолжное почли прибегнуть к строгости они же с ошесточением меня на правый путь и бранью и презрением старались обратить но я не внемля им все плакал и вздыхал унынием тесним и наконец они они от крика утомились и от меня махнув рукою отступились как от безумного чья речь и дикий плач докучны и кому суровый нужен врач пошел я вновь бродить унынием изнывая и взоры в круг себя со страхом обращая как узник из тюрьмы замысливший побег или путник до дождя спешащий на ночлег духовный труженик влача свою веригу я встретил юношу читающего книгу он тихо поднял взор и вопросил меня о чем бродя один так горько плачу я и я в ответ ему познай мой жребий злобный я осужден на смерть и позван в суд загробный и вот о чем крушусь к суду я не готов и смерть меня страшит коль жребий твой таков он возразил и ты так жалок в самом деле чего ж ты ждешь зачем не убежишь от сели я куда ж бежать какой мне выбрать путь тогда не видишь ли скажи чего-нибудь сказал мне юноша даль указуя перстом я оком стал глядеть болезненно отверстым как от бельма врачом избавленный слепец я вижу некий свет сказал я наконец иди он продолжал держись сего ты света пусть будет он тебе единственная мета пока ты тесных врат спасения не достиг ступай я бежать пустился в тот же миг побег мой произвел в семье моей тревогу и дети и жена кричали мне с порогу чтоб воротился я скорее крики их на площадь привлекли приятелей моих один бронил меня другой моей супруге советы подавал иной жалел о друге кто поносил меня кто насмех подымал кто силой воротить соседям предлагал иные уж за мной угнались но я тем более спешил перебежать в городовое поле дабы скорей узреть оставят и места спасения верный путь и тесные врата 1835 год Александр Сергеевич Пушкин «Самбург» «Самбург»» «Самбург»» Продолжение следует...